Жительница Первомайского района, труженица тыла, обратилась к депутатам законодательного собрания Новосибирской области с просьбой о помощи. Из-за отсутствия канавы каждую весну к ее дому текут талые воды. Александр Куршев продолжит тему. Сегодня возле дома пенсионерки Елизаветы Павловны Карповой большая техника. Рабочие вдоль улицы монтируют водоотвод. Раскопали траншею, привезли бетонные лотки. Раньше талые воды со всей улицы устремлялись к дому пожилой женщины. Топила огород и подвал. За помощью обратилась к депутатам законодательного собрания. Портника шила. Портника шила платье. Заказывали? Ну, знакомые там все, да. А прическу? Это уже я сама делала. Прическу сами делали, да? Я сама. У меня коса хорошая была. Елизавете Павловне почти 84, но она до сих пор сама садит картофель и морковь. Жизнь научила, ни на кого не надеяться. Рассказывает, была совсем юная, когда по радио услышала о войне. Было страшно. Затем работала путейцем. Восстанавливала страну. Зимой мерзли руки, летом съедали комары. Не жаловалась. Так надо было. И, несмотря на сложности судьбы, всегда старалась быть привлекательной девушкой. Почти в зиму обратилась, но зимой никак не получается рыть. Я сказал, давай до весны живи, весной оттает, мы сделаем тебе. Вот попросил ребят, предприятие, и они все помогли. И людьми, и техникой. Я думаю, что за сегодня мы закончим. За один день планируешь? За один день, да. Муж прожил достойную жизнь. Работал на автотранспортном предприятии. Захворал и недавно умер. Пенсия небольшая. Половина уходит на лекарства и на еду. Остальные на помощь детям и внукам. Сегодня проблему с Леневкой пенсионерки решили. В ближайшем будущем депутат пообещал помочь привести в порядок ограду и огород. Александр Куршев, Борис Гладких. Новости ОТС.